Российские водители начали получать налоговые уведомления с транспортным налогом за прошлый год. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Традиционно в начале осени каждого года налоговые начинают рассылать налоговые уведомления гражданам России. Помимо прочих, в этих уведомлениях также содержится и транспортный налог для владельцев транспортных средств. Я напомню, что в 2022 году мы будем оплачивать транспортный налог за предыдущий, за 2021 год. Соответственно, если вы являетесь владельцем транспортного средства полностью весь 2021 год, то за полный год вам и придется платить транспортный налог. Если же вы в прошлом году купили или продали автомобиль, то, соответственно, размер транспортного налога будет пропорционально разделен на период его владения. То есть, сколько месяцев вы владели, за столько месяцев и придется платить транспортный налог. Уведомления с транспортным налогом рассылаются либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, либо при помощи обычных бумажных заказных писем. В моем случае мне уведомление пришло 17 сентября 2022 года. Я получаю эти налоги через личный кабинет на сайте налог.ру. Напомню, что размер транспортного налога зависит от мощности транспортного средства. То есть, формула там довольно-таки простая. Берется мощность транспортного средства в лошадиных силах и умножается на ставку транспортного налога, которая может отличаться в зависимости от региона. К примеру, если говорить на моем примере, то у нас в Татарстане для моего транспортного средства, у меня лада калина, мощностью 82 лошадиные силы, ставка транспортного налога составляет 10 рублей за каждую лошадиную силу. Соответственно, если по паспорту у меня мощность составляет 81,6 лошадиных силы, умножить это на 10, то получается транспортный налог за год у меня 816 рублей. Именно такая сумма в этом году в очередной раз мне и пришла. Еще один важный нюанс. Речь идет о повышающих коэффициентах. Я напомню, что при расчете транспортного налога за 2021 год используется перечень транспортных средств стоимостью дороже 3 миллионов рублей, для которых применяется так называемая ставка налога на роскошь, то есть умножается дополнительно эта сумма на повышающие коэффициенты. В 2022 году эти поправки были изменены, то есть на сегодняшний день в перечень роскошных транспортных средств входят автомобили стоимостью уже только более 10 миллионов рублей, но этот новый перечень будет действовать, соответственно, на 2022 год, то есть по этому перечню налог будет уплачиваться в следующем, в 2023 году. Что касается срока уплаты, то он не изменился. Это 1 декабря 2022 года. Соответственно, если налог вовремя не оплатить, то уже со 2 декабря 2022 года сумма транспортного налога превратится уже в налоговую задолженность. В таком случае на эту сумму ежедневно будет начисляться пене в размере 1,03 ставки рефинансирования Банка России. На сегодняшний день для того, чтобы понять, сколько это будет, для примера можно взять сумму задолженности в 1000 рублей. Ставка рефинансирования у нас на сегодняшний день по состоянию на момент публикации этого видео 7,5%. Таким образом, если 1,03 вычислить, то получится, что при налоге 1000 рублей пеня за каждый день просрочки составит дополнительно 25 копеек. Помимо этого, при большой сумме транспортного налога, помимо пени в случае задолженности, налоговая также может в судебном порядке направить информацию судебным приставам, которые уже, соответственно, в дальнейшем будут различными способами пытаться взыскать эту налоговую задолженность. Вот такая вот информация. А пришел ли вам уже транспортный налог за 2021 год и сколько он составляет в вашем регионе, этой информацией вы можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.